Танцы с бубнами и ритуалы туземцев. Такой стандартный протокол международных поездок российского министра иностранных дел. После нападения на Украину география союзников РФ практически свелась на нет. Господа, мы живем в эпоху великих географических закрытий. Много ли еще белых пятен вокруг нас? С каждым днем все больше, капитан-полковник. Страна, которая мнит себя великой, стала изгоем, так же, как и ее граждане. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт, ты, блин, просто никто. Весь цивилизованный мир отвернулся от России, а ее представители стали нерукопожатными даже на тех встречах, куда их пока еще зачем-то позвали. В этот раз встреча глав МИД-20-ки обошлась без традиционной групповой фотографии. Министры иностранных дел западных стран отказались позировать рядом с Лавровым. Опозорившись, Лавров досрочно покинул саммит, так как оказался в одиночестве даже на званом ужине. Индонезийцы устроили такой, как бы, приветственный прием с концертом. Они туда не пришли. Но это их желание, это их понимание протокола. Кто сегодня поддерживает Москву, демонстрирует голосование в ООН. Российский геноцид украинского народа в Генассамблее осудили 140 стран. Но нашлись и те, кто проголосовал за убийство детей и уничтожение мирных городов. Прекратить применение силы в отношении Украины, вывести оттуда свои войска призвали в ООН. Против выступили пять, там, собственно, Россия, а также Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Отличный клуб по диктаторским интересам. Сегодня Россия всеми силами пытается завести новые знакомства, преимущественно в Африке, чтобы показать миру свою значимость. Мне кажется, что как раз здесь-то мы можем приобрести довольно значительное количество союзников и сторонников. Давайте откроем матрешку и узнаем, кто потянул руку за страной-террористкой. Попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждено признать и наши недруги. И за какие коврижки африканские государства готовы водить дружбу с Кремлем? Первый главный союзник России последние полтора года – это, конечно же, Беларусь. Представьте себе, что завтра нет России. Потерпела поражение, крах и прочее. Вот в этом океане утонула. В эту воронку водоворот кого затянет первым? Нас не будет на завтра мгновенно. О близких отношениях Лукашенко и Путина можно писать романы. Слушайте, мы не просто встречались как руководители, мы в дружеских отношениях с этим человеком. Мы много раз встречались и будем встречаться в любое время. И при любых обстоятельствах, как говорится, и в радости, и в горе, обещают держаться за руки до самой гааги. Вы знаете, мы вдвоем со-агрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор – кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, в Бичклин, не получится. Еще один союзник РФ – это Сирия, которая не только признала независимость так называемых ДНР и ЛНР, но и отправила своих добровольцев воевать в Украину на стороне страны-агрессорши. Я хотел бы воспользоваться возможностью моего визита в Россию сразу после годовщины войны в Украине и подтвердить позицию Сирии в отношении этой войны и против нового нацизма. Российские СМИ утверждают, что сирийцами якобы двигает чувство долга перед Россией, которая помогла им в гражданской войне. Тысячи людей в камуфляже и с оружием в руках скандируют лозунги в поддержку России. Бойцы держат транспаранты с буквой «З» и изображением Владимира Путина. А под ними слова на русском «Россия в наших сердцах» и «Великая российская армия! Мы победим нацистов!» Однако независимые международные медиа провели расследование и выяснили, что 80% бойцов Сирии воюют буквально ради куска хлеба. Ведь именно из-за гражданской войны их семьи живут в тотальной нищете. Но об этом кремлевские и сирийские диктаторы предпочитают молчать. Путин надеялся получить поддержку Китая, но «Си» оказался хитрее и воспользовался непростым положением, в котором оказался бункерный. В этом году Пекин закупил рекордное количество российских энергоносителей по низким ценам, а президент РФ остался при своих интересах. Но при этом пытается изображать из себя надежного партнера и гостеприимного товарища. Предлагаю тост за здоровье нашего друга, уважаемого председателя КНР. Ведь Моль прекрасно понимает, что в условиях санкций экономика России во многом зависит от Поднебесной. В поисках друзей Лавров уже третий раз с начала года отправился в турне по Африке. Российская Федерация хочет системной поддержки со стороны африканских стран политики на Россиево-Русского мира. Поддержание позиций Российской Федерации на международных площадках. Вот так феерично с ветками пальм возле памятника Пушкину встречали российскую делегацию в Эритрее. Эритрея – это не болезнь. Эритрея – это ад. Это африканское государство на заседании в ООН стало на сторону РФ, которая ведет захватническую войну в Украине. И это неудивительно. Голосование против Америки. Сделать все, чтобы было против Соединенных Штатов. С 93-го года президентом Эритрея является диктатор Исайас Афиверки, который позаботился о том, чтобы у граждан его страны не было ни свободы выбора, ни свободы слова. Здесь нет свободы слова. Эритрея имеет один из самых низких индексов свободы прессы, уступая лишь Северной Корее. Эритрея входит в десятку беднейших государств. Но ее лидер, вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, принялся помогать кремлевскому карлику. Так в 2014-м Исайас Афиверки отправил своего посла в аннексированный Крым. А в апреле прошлого года Эритрея предложила России военную помощь. И вот она подтвердила, в очередной раз заверила режим Путина, что готова поддержать этот режим и фронт, прислав специалистов, способных все-таки научить остатки российских десантников и мобиков правильной тактики боя. Все очень серьезно. При виде такого грозного противника украинская армия может и бдительность потерять. От смеха. А вот еще один африканский мега-прорыв РФ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Уганда Джи-Жи Адонго подписывают совместные заявления Российской Федерации и Республики Уганда о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве. Возможно, это будет первый договор, который Россия сможет выполнить. Ведь у Роскосмоса уже давно нет никаких успехов. Насколько сегодня большая пропасть между Россией и США в плане космоса? Огромная. И она не только между Россией и США, она между Россией и Китаем. А Уганда даже и не думала об освоении космоса. В обмен на поддержку РФ африканские диктаторы просят Путина помочь ему держаться при власти в своих государствах. Для Кремля стало уже традицией отправлять в дружественные страны наемников ЧВК «Вагнер» и оружие. За это он получал контроль над месторождениями полезных ископаемых. Когда ты переходишь в чужую страну и, в общем, по сути, занимаешься выкачиванием оттуда ресурсов, в обмен на то, что ты якобы строишь там какую-то вертикальную власть и учишь там людей, как им своим народом управлять, а что это еще, кроме как не колонизаторская политика? Золото и алмазы добывают компании, связанные с ЧВК «Вагнер». Они действуют в десятках африканских стран. И мятеж Пригожина никак не повлиял на сотрудничество РФ с этими государствами. По крайней мере, так утверждает Лавров. Несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центральной Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена. Но все равно будущее альтернативное западному Россия предложить не может. Как и конкурировать за влияние в Африке с Китаем. Они тоже дают капитал, и это ключевое, и дают технологии. Россию не уважают в цивилизованном мире. Ведь для того, чтобы тебя уважали, нужно, чтобы ты сам кого-то уважал. Куфи, февраль, апрель. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. Мы обсудили положение в Центральной Азии. Российская агрессия заставила поднять головы те страны, которые раньше предпочитали не злить Москву. Так Казахстан вышел из-под контроля Кремля и увеличил свой оборонный бюджет на миллиард долларов. А президент Касым Жомар Токаев не побоялся публично унизить Путина. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово. Этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Россия отреагировала, как обычно, шантажом. Ограничила транзит казахской нефти. Но Токаев и тут не дал заднюю. Отказался помогать России обходить санкции. Санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомление в отношении того, что в случае нарушения санкции последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада. За хозяина вступился Кадыров. Раскритиковал организацию договора коллективной безопасности, куда входит и Казахстан. Все европейские лидеры, так называемые, руководители государства приезжают к Путину, ведут по телефону переговоры, делают все для того, чтобы как-нибудь что-нибудь... Они-то защищают интерес Украины, а наши, наши ОДКБшники идут. Вы почему молчите, дом? Почему же молчат? Не молчат. Министр обороны Казахстана предельно ясно обозначил позицию государства. Я вам, как министр обороны Республики Казахстан, за все ответственностью заверяю, что вооруженные силы Республики Казахстан находятся на нашей территории. А вот тех, кто хочет умыться кровью украинцев, Казахстане видеть не хотят. МИД Республики Казахстан объявил меня персоной Нонград. Очередная победа нашего казахского общества, этот *** ЛЕПС, который является сторонником войны России против Украины, является сторонником убийства мирных украинских граждан и детей, не приедет Казахстан, концерт отменен. И сообразить на троих с ядерным оружием Казахстан отказался. Президент Республики Беларусь Александр Ильич Лукашенко предложил Казахстан вступить в союзное государство. Но я по достоинству оцениваю его шутку. Главное количество, а не качество решили в России. И пригласили талибов на Петербургский экономический форум. И плевать, что это запрещенная в самой же России террористическая организация. Все равно ни инвесторы, ни мировые лидеры в великоскрепную больше ни ногой. Много разных проблем, но одно из главных – это вот как раз гости, которые должны были бы туда приехать. Россию сегодня никто не уважает и не боится. Своими мерзкими ручонками Путин слепил кровавое государство, у которого нет и не может быть цивилизованных союзников. Редактор субтитров А.Семкин